Добрый день, дорогие подписчики и гости канала Доктор Что Это? Меня зовут Елена, и мы в эфире новостей из мира медицины. Поехали! Мыться нельзя чесаться. В 70-х годах прошлого века была такая английская группа Emerson, Lake & Palmer. Отечественные меломаны еще окрестили ее вымылся, лег и помер. Так вот, примерно это и произошло с иранским отшельником по имени Аму Хаджи. Дело в том, что этот персонаж перестал мыться более 60 лет назад. Что-то там, по слухам, в молодости у него случилось, и Хаджи вдруг сказал решительное нет водным процедурам и вообще всему чистому. И совсем перестал контактировать с водой. Нам, вечно страдающим то от плановых отключений воды, то от аварийных, этого, конечно, не понять. Ой, тепленькая пошла. Однако иранского старца не съели в ши, он не покрылся язвами, струпьями и экземами, только лишь коркой из грязи и пепла. Питался в основном падалью и курил экскременты животных, то есть потреблял только грязное. Зато много пил, до 5 литров воды в день. Чуть менее года назад группа выездных медиков тщательно обследовала отшельника и нашла его здоровье идеальным. Соседи из самых лучших побуждений пытались Хаджи помыть и уговорами, и обманом, и вот недавно это им все-таки удалось. После этого старец прожил всего несколько месяцев и умер в возрасте то ли 88, то ли 94 лет. Точно никто сказать не может. Мнения врачей разделились. Одни считают, что это простое совпадение, другие, что небольшие очаги инфекции и неизбежные воспаления на коже Хаджи после мытья могли принять масштабный характер. А там и до сепсиса было недалеко. Между тем, в параллельной вселенной существует еще один вполне цивилизованный немоющийся. Это врач общей практики Джеймс Хэмблин из Нью-Йорка, изучающий микробиом человека. Док перестал мыться в 2015 году. В отличие от иранца, у доктора с головой вроде бы порядок. Просто он решил провести эксперимент на себе, отказавшись сначала от моющих средств, а потом и от самого мытья. Для начала он сократил походы в душ до одного раза в три дня, а потом и вовсе упразднил их. Поначалу Хэмблин признавался, что ощущал себя грязным и воняющим. Но со временем потребность принятия души становилась все слабее, а неприятный запах от тела, по словам доктора, уменьшался. Это подтверждали и его жена, и его коллеги, и друзья. Хэмблин считает, что ежедневное мытье разрушает целые микробиомы, которые умеют саморегулироваться. И если их не тревожить, то со временем все стабилизируется, и запах исчезнет. Вот только почему-то бомжи эту теорию никак не подтверждают. Тайние ледников. Вирусы идут. Мировое сообщество уже который год сильно обеспокоено глобальным потеплением и его следствием. Тайнием ледников. В списке мирового наследия ЮНЕСКО значится 10% всех ледников планеты. Они занимают около 66 тысяч квадратных километров. Каждый год эти ледники теряют около 58 тысяч миллиардов тонн льда. И каждый год из-за этого глобальный уровень моря повышается на 5%. По прогнозам, к 2050 году треть всех ледовых объектов ЮНЕСКО исчезнет, то есть растает. А ведь ледники и вечная мерзлота – это своего рода морозильные камеры планеты. И в них содержится много чего интересного. Например, доисторические вирусы и бактерии, микроорганизмы и вполне себе обычные организмы. Все это прекрасно консервируется при глубоком минусе и не менее прекрасно расконсервируется при оттаивании. Что оно делает? Живой. Оттаивают и мумии доисторических животных, а с ними и различные возбудители болезней, которыми эти животные были заражены при жизни. Немного мутации, и вот древний патоген уже способен заражать другие, ныне живущие виды. С целью изучения вероятности такого развития событий, канадские биологи из Университета Оттавы провели серию экспериментов. Они собрали образцы данных отложений из заполярного озера Хейзен и изрусил сезонных ледниковых рек. Выделив РНК и ДНК вирусов, ученые рассчитали математическую вероятность заражения ими организмов. Выяснилось, что чем больше талой воды, тем выше риск распространения этих вирусов. Их переносчиками могут служить обыкновенные комары. А дальше дело техники – подбор подходящего резервуара из числа теплокровных. Отечественные команды специалистов тоже давно изучают древнюю флору и фауну. Так были выведены из пячки червяки-коловратки и выращена трава из семян, возраст которых насчитывал около 32 тысяч лет. В 70-х годах прошлого века удалось разбудить даже маленького древнего тритона – сибирского углозуба. Как показал углеродный анализ, он провел в спячке от 75 до 105 лет. В 2014 году совместная российско-французская группа обнаружила в Сибири гигантский вирус возрастом 30 тысяч лет. В ходе лабораторного эксперимента патоген без проблем заразил ныне живущую амебу. Год назад американцы обнаружили в образцах тибетского льда 33 вируса, 28 из которых человечеству не знакомо. Возраст патогенов около 15 тысяч лет. Бактериальные штаммы старше 14 миллионов лет были найдены в льдах Мамонтовой горы в Якутии. Часть из них оказалась устойчивой к разным группам современных антибиотиков. В Российской Федерации вечная мерзлота составляет почти две трети территории. А бактерии, например, споры сибирской язвы, сохраняются в останках погибших людей и животных сотни лет. Скотомогильники же располагаются близко к поверхности, поскольку делать их глубокими очень тяжело. Оттаивание верхнего слоя криосферы может привести к попаданию различных вирусов и бактерий в ныне живущие организмы. Так, например, лето 2016 года на Ямале выдалось очень жарким, доходило до 35 градусов. Скотомогильник оттаял, а рядом паслись олени. Результат – 20 олениводов госпитализированы с диагнозом «сибирская язва». Ученые не раз пытались донести информацию об угрозе глобального заражения до местных властей. Они призывали взять под особый контроль территорию моровых полей. Но выпас животных в зоне потенциального заражения продолжается, причем на фоне сокращения вакцинации оленей от сибирской язвы. «Мы поедем и помчимся, на оленях утром раним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю». Однако есть и хорошие новости. Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» приступил к изучению полиовирусов, чтобы найти метод борьбы с ними. А на станциях Росгидромета создают систему мониторинга вечной мерзлоты. Первые данные ученые должны получить уже в следующем году. ДНК людей сохраняется на кошках Австралийские ученые провели исследование и выяснили, что на коже и шерсти домашних кошек сохраняется ДНК живущих с ними людей. Группе специалистов из университета Латроба во главе с судебно-медицинским экспертам помогали добровольцы. 15 семей с 20 питомцами. Причем кошки были как обычные, так и породы сфинкс, то есть без шерсти. В большинстве случаев исследователям удалось выделить на коже и шерсти животных чужие ДНК. Главным образом этот генетический материал принадлежал домочадцам, как правило, последнему из контактировавших с кошкой. Причем количество найденных ДНК не зависело от времени, прошедшего с момента контакта. Но иногда попадались и совсем посторонние следы, хотя в доме чужих не было более суток. Исследователи предположили, что есть некий другой путь попадания ДНК на кошачью шерсть, кроме прямого контакта. В перспективе это открытие может оказаться значимым для, например, криминалистики. А вы, собственно, почему интересуетесь? Вы не из милиции, случайно? Ведь любой, даже самый опытный и осторожный преступник, все равно оставляет на месте преступления свой биоматериал. В дальнейших планах австралийских специалистов выяснить, как именно ДНК людей попадают на кошек, как долго сохраняются на них и в каком количестве. Что удивительно, почему-то собаки исследователи пока не заинтересовали. Хотя с ними контакты людей происходят гораздо чаще, нежели с осторожными от природы кошками. Генетика – штука очень точная и практически безошибочная. Но и здесь бывают промахи по причине человеческого фактора. В 1993 по 2009 год в Австрии, Германии и Франции орудовала неизвестная дама. На ее счету было 40 разбойных нападений и 9 убийств. Поймать неуловимую не получалось даже совместными усилиями полиции трех стран. Единственная зацепка, которая была у следствия – ДНК этой дамы. Анализ показал, что она родом, скорее всего, из Восточной Европы или России. В итоге полиция все-таки нашла убийцу. Ею оказалась пожилая дама из Польши. Она работала на фабрике по производству ватных палочек, которыми и собирали биоматериал с места преступлений. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Вот такие увлекательные, познавательные и, надеемся, интересные новости у нас для вас были. Что ж, желаем вам крепкого здоровья и отличного настроения. А мы увидимся ровно через неделю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!